Безопасность переправ. В Сургутском районе намечен план действий на время ледохода. Центр притяжения. Музей Барсова гора получил поддержку правительства Югры. Музей. Киберплощадка номер один. Центр компьютерного спорта Сургутского района признан лучшим в стране. Музей. Переправу через реку Лямин готовят к ледоходу. Накануне заместитель главы Сургутского района провел выездное совещание со специалистами по гражданской обороне и компанией-подрядчиком, которая обслуживает мост. Вместе наметили план действий на время ледохода. Один из главных вопросов – обеспечить продуктами и товарами первой необходимости три поселка, отрезанных рекой от цивилизации. Подробности в нашем следующем репортаже. Работа на переправе через реку Лямин ведется круглый год. Обслуживающая компания «Речной порт Нижний Вартовск» следит за порядком и безопасностью. К 9 мая здесь ожидают ледоход. На объект заблаговременно прибудет бригада, которая займется раздвижением пролетов моста. С одного берега мы будем развязывать полностью переправу. Это со стороны, так сказать, песчаного. Будем выселать вдоль берега, со стороны, так сказать, Лямина. Пропросим сюда ледоход. И потом пароходом и техникой, соответственно, собирать весь мост будем назад. Завязываем, мучариваем, подтягиваем троса. Все переправы готовы. На время ледохода от большой земли отрезаны три поселения. Локосово, Сытомина и Лямина. Все они будут обеспечены продуктами питания и лекарствами. Власть Сургутского района совместно с местными администрациями держит ситуацию с обеспечением продовольствия на контроле. Ежедневно проводится мониторинг по обеспечению торговых точек продуктами питания. Завоз продуктов в магазины происходит два раза в неделю. На сегодняшний момент резерв продуктов в магазинах пополнен. При паводке у нас субъекты предпринимательства все предупреждены. Разводка моста займет примерно три дня. На это время для жителей будет дежурить пассажирский катер. В случае экстренной необходимости люди смогут перебраться на другой берег. Бывают ситуации, когда необходимо человеку в аэропорт или срочно в больницу, или какие-то другие вопросы возникают. У нас будет курсировать здесь винтовой катер. Это Нижневартовский репорт, который может в случае необходимости перевести группу людей на какой-то берег. Мы сейчас предварительно обсудили, что это будут вязать на утром, вечером. Мост на реке Лямин установили в 2021 году. Старый отслужил более 30 лет. Его заменили на более современный. Конструкции легче по весу, и их быстрее, и легче разводить. Переправа обошлась в казне региона в 130 миллионов рублей. Теперь жители Сургутского района могут безопасно передвигаться с одного берега на другой. Проект Сургутского района «Музей Барсова гора» получил поддержку правительства Югры. Объект включили в окружную госпрограмму «Культурное пространство». Из бюджета региона на него выделят 281 миллион рублей. Плюс Сургутский район направит свои 50 миллионов. Итого, общая стоимость будущего музея в центре археологического парка 330 миллионов рублей. Накануне власти района подробно рассказали о наполнении проекта и его перспективах для развития туризма, образования, социальной и экономической жизни муниципалитета и округа в целом. Объект еще не до конца завершен, а интерес туристов уже высокий. В ноябре прошлого года здесь открылась тропа «Человечность». Изначально это был инициативный проект жителей Барсова. Но затем идею продолжить благоустройство парка поддержал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он сам вырос в этих местах и большое значение придает памятнику культурного наследия. Наверное, Барсова гора, конечно, заслуживает большего. Вот по уникальности это такое место, оно ничуть не уступает пирамидам Гизы. Построить здание для музея планируют за два года. Дизайн проекта минималистичный, чтобы гармонично вписался в местную природу. Общая площадь объекта – 1600 квадратных метров. В нем расположится два зала для экспозиции по 300 квадратов, конференц-зал, фонда-хранилище и даже лаборатория для археологов. И, конечно, мы предусмотрели реставрационные мастерские современную археологическую лабораторию и даже лабораторию 3D для визуализации находок и, собственно, архив. Собственное фонда-хранилище позволит вернуть часть находок с Барсовой горы на родину. Ранее экспонаты были вывезены по ведущим музеям страны. Власти Сургутского района ведут переговоры по возврату артефактов. Сегодня в реестре находок Барсовой горы числится более 200 тысяч единиц хранения. И мы уже предварительно начинаем работу с Уральским университетом и с другими музейными комплексами, где есть наши находки, о возможных регламентах возврата. Строительные работы на Барсовой горе, которые являются объектом культурного наследия, проводятся с минимальным уроном для природы и ландшафта. Только на согласование места для тропиночной сети и здания музея у администрации Сургутского района ушло полтора года. Место расположения музея сразу было согласовано со всеми абсолютно заинтересованными сторонами с точки зрения изучения находок, которые могут быть обнаружены на месте будущего объекта. Поэтому были проведены предварительные изыскания. Было доказано, что этот кусок земли, это место, оно не обладает никакими находками. Первый этап проекта уже реализован. Тропа «Человечность» с локациями и арт-объектами. Летом приступят ко второму и третьему – увеличение тропиночной сети. И есть задумка на четвертый этап – создание двух площадок исторической реконструкции. Что касается музея, то строительно-монтажные работы планируют выполнить в ближайшие два года. Сургутский район. В рамках получения этого сертификата школьники могут познакомиться с культурой, с достопримечательностями города Сургута, Сургутского района, Кагалыма, Нижневартовска, Белоярска и Егорска. Если в 2022 году в рамках данной программы путешествовало около пяти тысяч школьников Югры, и из них почти тысяча были школьники Сургутского района. В этом году в Югре реализуют около пяти тысяч социальных сертификатов. Получить его может один из родителей или законный представитель ребенка. Достаточно заполнить заявление на портале социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма». Там же можно выбрать, куда отправится ребенок в двухдневное путешествие. На территории Сургутского района, если в прошлом году мы представляли Русскинская, то в этом году у нас добавился еще Ленторский музей. Добавилось замечательное наше место – это Барсово гора, тропа человечности. Это уникальное место именно в округе, которое станет, мы думаем, местом притяжения. Получить социальный сертификат можно до 30 ноября. Их количество ограничено, поэтому лучше сделать это заранее. Подробная памятка о том, как подать заявление на получение сертификата, есть на сайте администрации и Департамента образования Сургутского района. Центр компьютерного спорта Сургутского района назвали лучшей киберплощадкой России. Награждение состоялось на этой неделе в столице на форуме «Спорт B2B Экспо Энд Форум». На вручение премии «Спортс Фасилитис» ездили представители округа и президент Федерации фиджитал-спорта Югры Артем Щепотьев. Номинация в области кибер- и фиджитал-спорта в этом году была заявлена впервые. Все подробности в нашем сюжете. Сургутский район, как всегда, впереди планеты всей. И это признали теперь еще и в кибер- и фиджитал-спорте. Проекты и возможности, которые предоставляют в поселениях для молодежи в этом направлении, презентовали на Всероссийском престижном форуме. Лучшим киберспортивным объектом назвали Центр компьютерного спорта. Также Югра получила премию в номинации «Самый социально ориентированный регион России». Это ежегодная выставка, конференция, форум, экспо, где представлены все представители спортивной индустрии. То есть здесь не киберспорт, здесь не история киберспорта и фиджитал-спорта, а история вообще всей спортивной отрасли. Лучшие представители бизнеса, каких-то образовательных технологий, спортивных технологий. На этом форуме Артем Щепотев рассказал об уникальных проектах, которые реализуются в области кибер- и фиджитал-спорта в поселениях. Опыт Сургутского района впечатлил всех без исключения. За сравнительно короткий срок, всего несколько лет, здесь умудрились создать полноценную экосистему по взращиванию квалифицированных кадров. Инфраструктуру, оборудование, передовые площадки и качественные мероприятия. Так в районе провели первые в истории страны фиджитал-сборы. Благодаря этим фиджитал-сборам мы стали чемпионами открытых школьных игр, которые проходили в Москве. И теперь в ближайшие недели у нас пройдут школьные фиджитал-игры, открытые всероссийские, на базе нашего центра компьютерного спорта Сургутского района, на Барсово, 13-14 мая. Киберспорт в Сургутском районе развивается с 2018 года. В этом году спортивным функционерам предстоит много работы. В планах провести три крупных фестиваля компьютерного спорта. Как в фиджитал, так и в кибернаправлении. Один из них состоится осенью в ноябре. На него окружные власти выделили 4,5 миллиона рублей. Большое количество планов, как всегда, делать так, чтобы мы были всегда на первых строчках лидерами этого движения. Раз мы уже начали задавать тон, нужно и держать этот вектор в планах открытия спортивной подготовки по фиджитал-спорту. В ближайшее время в Сургутском районе реализуют проект фиджитал-арены. Средства выиграли на окружном конкурсе инициативных проектов. Это 3,5 миллиона рублей. Еще полтора миллиона добавили власти района. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой лично следит, чтобы у молодежи было для этого все необходимое. Создана очень серьезная материально-техническая база. Сейчас в абсолютно всех поселениях Сургутского района, от самого малого, там, Высокий мыс, Тундрино, там, до самого большого, город Лентор. То есть есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт. Куда детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Это действительно, как мы сегодня с вами убедились, спорт. Ну, по материально-технической базе, сказали, всего хватает. Техники везде накупили, с запасом, что называется. Для того, чтобы развиваться, вот ребята говорят, надо больше проводить турниров, соревнований. Для арены закупят в том числе VR-шлемы, чтобы проводить командные соревнования в виртуальной реальности. Так что теперь опытные спортсмены будут приезжать на турниры в Сургутский район. Все это, конечно, поднимет соревновательный дух и профессиональный уровень местных ребят. А в перспективе Сургутский район хочет закупить гоночную трассу для дронов.